но мы продолжаем и продолжаем в общем вот сюда вот приезжают как сюда вот на такие станции большие приезжают вот эти ночные автобусы вон они едут примерно в 5 6 утра сейчас вот где-то 6 36 40 во времени я приехал на станцию токушима сюда видно вот там вот верху джа это на юге от токио где-то примерно 650 700 километров где-то так в общем принципе но ночные автобусы вам скажу штуку конечно дешевая но некоторых сиденьях спать не очень удобно потому как там узко и если с вами кто-то сидит рядом то то есть не разложиться ничего там как говорится плюс желательно взять себе подушечку такую как бы на шею или там который на плечи которая одевается чтобы было как бы удобнее спать вот такие вот они ездят тоже подобие ночных автобусов только это вот вот этот в аэропорт и это вот тот вот по маршруту такие вот дела сейчас я здесь немного перекушу и пойду дальше магазин то есть смысл поездки вообще как бы у меня сегодня это забрать забрать мотоцикл с магазина здесь и перегнать его в токио вот обратно все эти 650 700 километров но уже не под не по платным автомагистралям а по обычным дорогам и я покажу вам как это то есть ехать по обычным дорогам с юга например японии на север через токио все будет что интересное обязательно включу до связи вот как видно сейчас 6 часов 38 минут еще там шопинг-таун который да вообще ничего не работает все закрыто вот автобусы вот такие вот ходят тоже межгород здесь принципе город достаточно просторный такой широкий в принципе как и все южные города вот я был на кище там очень много южных городов где также вот широкий тротуар просто нереально широкий в токио такие найти очень сложно и широкие дороги обычно там 3 4 полос мы там 5 полосной то есть в одну сторону я имею ввиду вот то есть поэтому как бы очень очень удобно здесь передвигаться как пешком так и на велосипеде на машине вот видно там вот антенна какая-то виза горы какие-то интересные принципе можно было будет туда сходить парковочки там всякие в общем городок тихий спокойный в принципе на вот так вот здесь и живут люди ну что ж я пойду найду какой-нибудь мак надо подзарядить телефон и перекусить двигаться дальше ну все до связи а мы продолжаем и продолжаем немного посидев макдональдс и позавтракав и поспав пару часиков после автобуса я продолжаю свое движение в сторону магазина ну вот поэтому немного сонно я сейчас в принципе очень даже здорово что у них здесь в городе есть макдональдс потому что ну как бы не во всех городах японских есть макдональдс а круглосуточных магазинов или кафешек как таковых очень сложно найти благо в этом городе он был и можно спокойненько было посидеть там переждать пару часиков магазин открывается в принципе как и все стандартно но как бы японские магазины примерно в 10 часов то есть в 10 в 10 30 поэтому как бы до 10 30 хотя бы до 10 часов надо было где-то переждать не по улице же шляться в это время тем более сейчас жарковато немного сейчас хоть и ночью было холодно где-то градусов 10 12 на она как бы это вот на солнце уже градусов около 20 25 то есть нагревается вот такая вот речка у них здесь принципе вода достаточно чистая никаких так пакетов или мусор какого-то дохлых крыс по крайней мере тоже не видно в принципе вот скажу скажу я вам по секрету что в токио вот в этих в районах там где очень много плавучих кафешек или там всяких там как ну там ресторанчиков около рек там постоянно дохлые крысы постоянных кто-то травит они туда короче прыгают ну и топится в общем ну как-то я вот работал на сакуса баши и там вот эти реки вот для сакуса ну каналы там просто этих крыс прям плавать туда-сюда они то то в залив токийский выплывают трупиками то обратно в общем ну благо здесь значит с этим делом проблем нет так ну что ж надо выдвигаться куда-то в сторону вот станции от станции на той стороне я как-то надо бы перебраться вы на ту сторону ладно наверное туда отлучшите до светофора в принципе что можно сказать сегодня golden week скажем так уже у многих людей начался в общем зато ну как не сегодня а вчера еще сегодня то он уже как бы это продолжается но у кого-то он и не начинался в любом случае сейчас выходной но даже выходной как вы видите вообще народа нет два человека надо одна из центральных улиц города вот я иду здесь около реки тут много машин как бы достаточно так ездить но немного все равно а людей так вообще 23 человека но то есть очень мало об этом можно сказать что в городе особо никто и не живет пусть мало народу живет а если кто и живет то видимо они где-то уже отдыхают вот уехали возможно в токио а возможно в другие города может быть то за границей уехал по-разному люди выезжают кто куда общем принципе ничего вроде выглядит город неплохо красиво вот там вот кладбище видно отсюда особо здесь такого скажем так удивительного здесь ничего нету но вам могу так сказать что дороги улицы достаточно чистые чистая не мусора ничего нет несмотря на то что мусорок нет мусора тоже нет то есть как бы может быть здесь многие люди просто передвигаются на транспорте или на мод на машинах они пешком ходят поэтому как бы здесь и мусор то сову стопу нет вот пыль фильм видно да есть как бы да с этим с этим делом то многих то есть как бы тут ну или обычно вот из-под этих кустов вымывает дождем потому что у них они находятся вровень с асфальтом вот и вымывает в токио такой проблемы нет потому что там бордюры и там все цветы эти ну загады ограждены бордюрами со всех сторон а здесь как бы ведь вот тоже вот практически бордюр вот вровень да и вот соответственно вот здесь уже будет во время дождя вся вода и мусор вот этот вот как его пыль будет на тротуаре те так вот так мне на ту сторону надо она будет что еще интересное обязательно включу до связи так но мы продолжаем в общем вот местная станция джар видите размеры очень скажем так скромные вагона на три на четыре максимум ну я на поезд нужно проехать пару остановок или даже одну выходить просто чисто ради интереса посмотреть что за поезда здесь и как вообще происходит это все дело так вот станция станция небольшая в принципе билеты покупаются на своих методах так значит 160 ян стоит поезд я куплю билет покажу вам потом поезд так вот